Добрый день, дорогие друзья! Мы открываем галоконцерт в награждении лауреатов 4-го международного конкурса «Третий звонок», организованного многопрофильной компанией Art Center Plus и информационным агентством «Музыкальный Клондайк». Фестиваль «Третий звонок» проходил в этом сезоне с декабря 2018 года по март 2019 в дистанционной форме и собрал 94 участника со всех уголков России, а также Эстонии, Казахстана, Республики Беларусь и Украины. Театральные коллективы и солисты представили видеозаписи своих работ в нескольких номинациях «Художественное слово», «Драматический», «Музыкальный», «Пластический» и «Кукольный театр». Сегодня на этой сцене мы увидим отрывки из творческих работ, принесших победу нашим конкурсантам, а также станем зрителями литературно-музыкального спектакля победителя фестиваля «Третий звонок-2016» спектакля Московского городского творческого коллектива музыкального театра «Надежда» под названием «Анна Снегина» по автобиографической кьесе поэта Сергея Есенина. Благодарим нашего партнера Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева за предоставление площадки для нашего гала-концерта. Также благодарим за поддержку и сотрудничество Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий», издательство «Планета музыки» и компанию «Арттанс». А также хочу напомнить всем нашим участникам и зрителям, что сегодня здесь ведется профессиональное фото- и видеосъемка, которую предоставили нам наши партнеры из города Казани, компания «Ронтфест». Слово предоставляется председателю оргкомитета, генеральному директору многопрофильной компании «Арт-Центр плюс» и информационного агентства «Музыкальный Клондайк» Лащенко Елене Веленовне. Добрый день, дорогие участники, дорогие зрители, педагоги, родители, все, кто сегодня в зале и на сцене. Мы рады приветствовать победителей четвертого конкурса «Третий звонок». Конкурс проходил дистанционно. Из многих регионов России и из зарубежных стран приняли участие дети из творческих детских театров. И сегодня на сцене мы увидим победителей первой премии, которые приехали к нам на финальный галоконцерт. Мы рады поздравить их с окончанием нашего конкурса. В этот год, в год театра, мы особенно рады также, что участников было очень много. И надеемся, что конкурс будет расширять свои границы. И в следующем году мы увидим больше лауреатов разных степеней на сцене заключительного галоконцерта. Так что сейчас я передаю слово Ирине, и мы начинаем награждение участников. Всем спасибо. К нам приехали театральная студия «Зазеркалье», МАУК, ЦКД Викуловского района, село Викулово, Тюменская область. Представляете, друзья? Преподаватель Лукьященко Наталья Анатольевна. Все внимание на сцену. В центре Вселенной нашей посреди, ни сзади и ни впереди, была одна планета. Планеты этой посреди, ни сзади и ни впереди, был город в центре где-то. А в центре города был дом, а в доме тут квартира. А посреди стоял диван, а на диване спал Иван, совсем не ведая о том, что спал он в центре мира. Коля, я честно не стал, не слышу, что с подозрать. Никаких мишеней, никаких игр. Полный покой. Маргарита Львовна, а можно мне подышать, свежим воздухом? Ни в коем случае, Иван, я включусь у тебя перед твоими родителями. И тем более у тебя температура 39,9. А можно? Не можно. А может? Не можно. Покой. Прежде всего, спокой. Здравствуйте, мы пришли на Ветерсимана. Не можно? Мы тихонько. Вообще-то у нас карантин, но вас мало, так что ладно, входите. А это что такое? А это умная собачка Соня. Она тихая и спокойная. Да у нее же лапы грязные. Мы лапы выкинули. Ну хорошо, входите. Только учтите, не шуметь, не кричать, не прыгать, не бегать. И вытирать ее лапкой. Стой с ноги. Варвар, тебя прошли. Мы тебя жила, мы тебя жила, мы тебя жила. Мы тебя жила, мы тебя жила. И свистели в две свистелки. И летели в небосвод. Вдруг летим, летит леталка. То ли мука, то ли галка, то ли целый самолет. Мы решили пить леталку. Запустили в воздух палку. Может палка попадет? Нет, в первую леталку. То ли муку, то ли галку. А будет целый самолет. Не попали мы в леталку. И не в муку, и не в галку. А навстречу из ворот Вот выезжала проезжалка. И попала наша палка Жутким крокотом в капот. Баба! Мы бежали во все бежалки. А водитель проезжалки Как в воралку заорет. Скот Крутит нам бежалки. Оторвется ображалки. И сиделки надерет. А вот не бросали бы вы палки. Не попали бы в проезжалки. Может быть, гавкалка бы и не пришла. Ой, 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 ой. Аня, не беспокойся. Родина хулигар и скучит нам свет. Здесь я пойду разберусь. Аня, айте. 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 Ужасный чёрный в квартире одной Жил страшно учёный матрас надувной. Ужасный черный в квартире одной Жил страшно ученый матрас над угной Великим ученым считался матрас Он знал одно слово, ужасное Бац! Матраса смертельно боялся весь дом Никто не скакал и не прыгал на нем Пугает детей, вот разнется матрас И устроит вам всем здесь порядочный бац Но как-то ужасный ученый матрас Увидела страшно голодная мышь И все услыхали ужасное бац А следом за этим обычное... Ваня! Ваня! Ой, ничего не видел Ваня! Ой, а вы стесновенная сидите, боитесь А хотите, я сделаю так, чтобы вам было совсем не страшно А где же этот рубильничек-то, который свет включает? Может, тут? А, так вот же он! Свет включает... Ваня! Ваня, что там у меня Ваня забыла? Ваня! Ваня! Ваня, что твои друзья уже ушли? Угу Наконец-то! Ваня, нужно приезд у родителей навести порядок в комнате Порядок прежде всего А вот наведешь порядок Может быть, пойдешь на улицу погулять Ваня, ты моих очков случайно не видел? Угу Да, я их покидала Ну ладно, ты тут сиди, а я пойду Пойду и очки свои поищу У-у-у-у! Мама ежиха, затеяв уборку Стала труху из перины трясти Мама ежиха, затеяв уборку Стала труху из перины трясти И попросила ежика в норку Для новой перины листвы принести Для новой перины листвы принести? Для новой перины листвы принести Ёжик подумал, такую перину я соберу полминуты на спину. Ёжик клубком по листве покатился, И в незнакомом лесу очутился. Ёжику страшно, и волки дрожат, И полетел со спины листопад. Вихрем летели с новой перины, Листья березы, листья осины, Листья ревины, вадошки клиновые, Тупо листочек. Заши, что-то снова. Но не напрасно, и ёжик дрожал, И может, тем временем, но поражал. Первый березовый лист опустился, Значит, я рядом берёвка скатился. Маленький ёжик уже не дрожит, Он уже к ближним берёзкам бежит. Мимо берёза проще осиновой, Мимо осина проще рябиновой. Мама глядит удивлённо на сына. Мама спросила, А где же перина? Ёжик смутился. Перина? В лесу. Можно я завтрак принесу? Встретил я в лесу ежа. Встретил я в лесу ежа. Ёж лежал в лесу жужжа. Я спросил ежа. Скажите, а чего вы так жужжите? Ёж сказал, я не жужжу. После ужина лежу. Я на ужин ел у жажа. Может, он лежит в жужжам? Все кричат в жужжу. Скажите, а чего вы так жужжите? Уж в ответ я не жужжу. После ужина лежу. Жагу съел я у полосок. Может, ей жужжать охота? Жабе я кричу. Скажите, а чего вы так жужжите? Жаба квакнула уши. И со стеной, да где мне я жужжу? Проклотила я жука. Жук жужжит наверняка. Все кричат жуку. Скажите, а чего вы так жужжите? Ну, жужжу, ответил жук. И ждаю нормальный жук. Я всегда, когда лежу, После ужина жужжу. Хочу. А вы здесь случайно никого не видели? Куда же они все поднимались-то? Куда все поднимались? Я их найду всех. Я их всех найду. А когда найду, Знаете, что с ними сделаю? В угол поставлю. Точно, точно в угол поставлю. Я их сейчас найду. Всех сейчас найду. А я бы сейчас от пирожков не отказался. От пирожков есть много вредно. Это на ужин вредно, а днем можно. Англичане любят есть на ужин пудинг. Потому что пудинг очень вкусный блюдинк. Да-да-да, тот, кто любит пудинг и часто ходит в гости, Тот не бывает пудинг. И станет очень толстым. Смотрите, смотрите, Соня наделал мамины шлепки. Шлеп, шлеп, шлеп. Новый шлеп из новой коробки. Шлеп, шлеп, шлеп. Соня по лужам, по грядке, по тропке. Шлеп, шлеп, шлеп. Мама дала я за это в боковке. Шлеп, шлеп, шлеп. Ребята, смотрите, я лечу. Я, я тоже хочу. Плыла в облачках. В облачках. Плесала журнал с интересом. И увидит рассказ. А в облах как раз писал знаменитый профессор, Что в облы не могут плыть в облачках. Что в облы не могут плыть в облачках. Что в облы вообще не бывают в облачках. Что в облы вообще не бывают в облачках. Что в облах журнала в облачках это вздор. Что в облах журналом в облачках это вздор. И верить подобному вздору позор. И верить подобному вздору позор. И попла решила по небу не плыть, И даже очки перестала носить. И больше журналов она не читает, Обидно считать, что тебя не бывает. Смотрите, смотрите, Людоед! Людоед, идите на маму, Никому не пусть от нам, Он не хочет отанас, Он опакать хочет так. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жизнь была бы страшно скучной, Если б жизнь была бы скучной. Как прекрасно слышать зуб, Шум дождя и сердца стук. Мы кричим, смеемся, дышим, Мы слова и мысли слышим. Слышим даже тишину, Как гуляет кот по крыше. Как шушат за стенками выше, Волги воют на луну. Интересно, а взрослые это слышат? Уважаемый вон, Орлины главы. А взрослые это слышат? Конечно, слышат, Только забывают об этом. Поэтому им нужно напоминать. Ха, я просто... Мама! Папа! Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты. 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 А если ты приходишь в пять раз в другое время, то не знаю, какого счастья, так же нет. Так, полет. И. 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 Браво. Я надеюсь все догадались, да, из такого произведения отрывок, кто догадался? Молодцы, Маленький. Молодцы, можно было погромчить чуть-чуть. Итак, дальше мы приглашаем на эту сцену лауреатов первой степени номинация «Ваш выход – ЕРО». Здесь у нас пластический и музыкальный спектакль, театр-студия классической современной хореографии «Шене», город Москва. Художественный руководитель Миронова Оксана Витальевна, преподаватель Лобкова Ирина исполняют отрывок из спектакля «Одна комната». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меня мама с детства программировала так... Некрасивая девочка должна быть хотя бы умной. Да, тебе и это не удалось. Если мы поймем, что воспринимаемая нами реальность – это образы в нашем сознании, то мы становимся магами, богами, как хотите называйте. Потому что с тем образом, который в моем сознании можно делать все, что угодно. Если вы не научитесь владеть своим сознанием, то им будет владеть каждый прохожий. Каждый человек множество раз за жизнь сталкивается с подобным совпадением. Но не каждый готов принять на себя ответственность за формирование личного набора объектов в своей реальности. Это понятно? На каком-то этапе развития собственного ты вдруг встречаешь только очаровательных людей, просто других, как будто и не существует. Меня. Меня. М excusさ. Ромашка? Но мне. Вас уже пока. А вот bam. Я поймал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы благодарим театр-студию Шене за очень интересное выступление. Ну что ж, дорогие друзья, еще один планировался у нас лауреат первой степени, но, к сожалению, ребята не смогли приехать выступить, но мы обязательно про них скажем в нашей части награждения. Собственно говоря, на этом все. Выступления лауреатов нашего фестиваля подошли к концу. Теперь давайте приступим к награждению. Для вручения подарков и призов я приглашаю на сцену Лащенко Елену Виленну. Итак, для награждения на сцену приглашаются театральная студия «Зазеркалье» Викуловского района, село Викулово, Тюменская область. Ребят, выходите, пожалуйста, все и остановитесь на сцену. Мы очень рады вас видеть. Коллектив награждается дипломом, кубком и памятными призами. Ваши аплодисменты, ребята. Они ехали к нам издалека. Итак, мы на сцену приглашаем для награждения Дейкова Бориса. Город Минск, Беларусь. Борис, наш маленький участник, тоже награждается дипломом, кубком и памятными призами. Да, постой рядом. Ты со мной можешь? Рядышко. Да, да. Ну, много людей. Итак, на сцену приглашается театр студии классической и современной хореографии «Шене». Город Москва. Девчонки, идите к нам. Коллектив награждается также дипломом, кубком, памятными призами от компании «Арт Центр Плюс» и информационного агентства «Музыкальный» «Кландай». Итак, я обещала вам озвучить. Озвучу, что, к сожалению, сегодня не смогли к нам приехать. В номинации «Ваш выход. Пьеро» — это музыкальный спектакль студии «Я артист». Это Павловская гимназия. Мы обязательно передадим вам, конечно же, награды и поздравим их. А сейчас мы хотели бы пригласить на сцену для награждения. Члена жюри нашего конкурса, руководителя методического центра театрального искусства системы дополнительного образования города Москвы, заведующего отделением музыкального театра «Дыши» и «Надежда», автора и ведущего театральной онлайн-мастерской, с которой наши участники уже знакомы, конечно же, режиссера Марию Евсееву. Мы вручаем благодарности, награждаем специальным кубком и памятными призами. Мария, мы вам предоставляем слово. Здравствуйте всем, здравствуйте, дорогие участники. Было очень здорово вас смотреть. Я была членом жюри и восхищалась очень сильно вашим творчеством. Я желаю всем удачи. И я хочу сказать, что театр — это большое счастье в жизни ребёнка. И если оно присутствует, если оно сопровождает вас с самого маленького возраста, оно одухотворяет вас, оно делает вас лучше. Вы потрясающе начинаете говорить, двигаться, действовать. Вы даже чувствуете по-другому. Это совершенно другой мир. Я хочу вам сказать, что у меня у самой детский коллектив, который уже не совсем, наверное, детский. Вы увидите сейчас уже выпускников, которые уже учатся и в СУЗах, и в ВУЗах. Кто-то собирается поступать. Вы знаете, если вы собираетесь продолжать, наверное, профессионально свою деятельность, я желаю вам удачи, успехов, наверное, много терпения, вдохновения, много радости, потому что на этом пути будет много разного. Будут и расстройства, будут и счастья, будет много творчества, будет много души. Я желаю вам этого светлого пути. Не общаюсь со зрителем, потому что общаюсь всегда с участниками. Вы на правильном пути в любом случае. Если вы с детства с искусством, если вы с детства с театром, театр — это синтезированное искусство. Здесь поют, здесь танцуют, здесь действуют, здесь живут. Большой вам удачи, вы огромные молодцы. Вперед и к новым свершениям. До новых встреч. Сейчас вы увидите спектакль, который в своё время стал на этом конкурсе, когда он ещё был не онлайн, когда он только начинался. Этот спектакль взял Гран-при. Это спектакль, который существует уже на протяжении пяти лет. И ребята уже и поступили, кто в вузах, кто в СУЗе, кто заканчивает уже. И я надеюсь, что вам понравится. Это спектакль классический по автобиографической поэме Сергея Есенина, Анны Снегина. Тут много любви, искусства, музыки, танцев. Хорошего вам просмотра, а вам огромной удачи всем. До новых встреч. Спасибо большое. Мы просим всех спуститься в зал для просмотра спектакля. Спасибо. 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 . . . Спасибо. . 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 Дорога довольно хорошая. Приятная кладная смесь. Луна золотую порошу осыпала дай березень. Ну вот оно. Наша радова. Там был возник. Здесь. Недаром я лошади вкладывал за норов ее и спесь. Позволь, гражданин. Ночавишка. Вам к мельнику надо. Так вот. Я требую с вас без излишка за дальний такой прогон. Даю сороковку. Мало. Даю еще двадцать. Нет. Такой отвратительный, малый, а малому тридцать лет. Да что ж ты имеешь ли душу? За что ты с меня гребешь? Так. Мне отвечает душа. Сегодня плохая рожь. Добавьте еще не звонких десяток или штучи шесть. Я выпью в шинке самогонки за ваше здоровье и честь. И вот я на мельнице, Елья просыпана свечами светлепом. От радости старый мельник Не может сказать двух слов. Голубчик. Да ты ли? Дергуха. И озябча. И поти продрог. Но старше скорей старуха на стол и дерь. И самовар, и пирог. В апреле прозябнуть трудно. Особенно так в конце. Но вечер задумчиво чудный, Как дружью улыбка в лице. Объятия мельника круг до них. Заребел ты медведь и все. И все же в плохие минуты Приятно друзей иметь. И откуда? Да долго ли им надо? Значит, дружище, гуляй. Всем летом грибов и ягод У нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, на черту. Сама так под порох и плет. А думаю ведь только, Четвертые тебя не видали мы горим. Беседа окончена. Чинно мы выпили вещь, самовар. По старому с шубой обчинной Иду я на свой сеновал. Иду я разросшим сердцам, Лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядом Со старившихся плетей, Когда-то готовил калитки, Мне было шестнадцать, И эта девушка в белой накидке Сказала мне ласково, Медленно. Далекие, милые были. Тот образ во мне не угас. Мы всем этим плотно любили, Но мало любили нас. Ну что ж, ты вставай, сер кухарь. Еще и зарянтикла. Старуха за милую душу И оладьев тебе напекла. Я сам сейчас уеду К помещице Снегиной. Я вчера настрелял я к обеду Прекраснейших дупелей. Привет тебе, жизнь единица. Встаю, одеваюсь иду, Дымком он дает росиниться На яблони в белых саду. Я думаю, как прекрасна земля, И на ней человек! И сколько с войной И несчастных уродов Теперь и коллег, И сколько зарытых в ямах, И сколько зароют еще, И чувствую в скулах Упрямую шестокую судорогу щек. Нет, нет, не пойду навеки За то, что какая-то мразь Бросает солдату, коллег, Епитак или гривень и грязь! Ну, доброе утро, старуха. Ты что-то немного сдала, И слышу, кто из каши глухо. Дела, да, Леля, дела. У нас тут теперь неспокойно, И с парнем все доцело. Сплошные мужицкие войны Дерутся с селом на село. Сама я своими ушами Слыхала от прихожан. То радовцы бьют креушан, То радовцы бьют креушан. А все это значит безвластье Прогнали царя. Так вот, посыпались все напасти На наш неразумный народ. Открыть о чем достой? Злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге Покоя не знает них. Вот тоже, допустим, С креушан. Их нужно в тюрьму за тюрьмой. Они ж, воровские души, Вернулись опять домой. У них есть там Прон оглоблен, Булдыжник, Драчун, Грубиян. Он вечно всех отзлоблен, С утра по неделям пьян. И нагло в третьем годе, Когда объявил войну, При всем честном народе Убил топором старшину. Таких теперь тысяча стала Творить на свободе гнусь. Пропал Россия, пропала, Погибла кормится Русь. Я вспомнил рассказ Возницы, И, взяв свою шляпу и трость, Пошел к мужикам Поклониться, как старый знакомый И гость. Иду голубой дорожкой, И вижу, навстречу мне Несется мой мельник На дрожках по рыхлой Ищется вне. Сергуха, Замилу душуся, Дай попроек вожжу, Потом и тебя глаушу. Че ж ты мне утром ни слова? Ну, я с Негином так и бряк, Приехал ко мне, мол, Веселый один молодой чудак. Они ко мне очень желали, Я знаю десять лет, И дочь их замужняя. Анна спросила. Не тот ли поэт? Куда полю? Он самый... Блондин? Конечно, блондин. С кудрявыми волосами. Забавней такой, господин. Когда он приехал? Недавно. Мамочка, это он. Ты знаешь, Он был забавно Когда-то в меня влюблен. Был скромный такой мальчишка, А нынче Падишь ты, Вот, писатель, Известная шишка, Без просьбы уж к нам не придет. Именно как будто с победы Лукаво прощаю глаз. Ты не лови, Прощай до обеда. Другой Сдержу, Прокопаться. Я шел по дороге в приушу, И тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, Ничто не смутило меня. Строились все запахи сладко, И, ну, если я был пьяный, И паный. Теперь бы с красивой солдаткою Завесить хорошо. Роман. Но вот и крюша. Три года незрел я знакомых крыш. Сиреневая погода сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая, Здесь нечего видно стеречь. У каждого хата гнилая, А в хате ухватывая печь. Гляжу, на крыльце упрона горластый Мужицкий галделш толкует О новых законах, о ценах на скот и рожь. Здорово, друзья! А, охотник? Здорово, здорово. Садись. Послушай-ка ты, Беззаботник Про нашу крестьянскую жизнь. Чё нового в Питере слышно? С министром меча ведь знаком. Недаром ядрить пою, Дышло, воспитан ты был кулаком. Но чё ж мы тебя не порочим? Ты свойский, Мужицкий, Наш. Похвалишься славой не очень, И сердце своё не продашь. Бывал ты к нам чутким ильянам, Себя вынимал наиспод. Скажи, Отойдут ли крестьянам Без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, Ещё не наставал в них! А за что же тогда на фронте Мы губим себя и других? Каждый с улыбкой и грюмой Смотрел мне в лицо и глаза, А я в течённой думе Не мог ничего сказать. Рожали, качались ступени, Но помню под звон головы. Скажи, Что такое Ленин? Я тихо ответил, Он? Вы? На корточках ползали слухи, Судили, решали, шепча, И я от своей старухи Достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, Я лягушка дремать на диван. Я, Другой мальчик болотной влаги, Меня прознобил тумар, Присло меня, Как прихорадки, Бросал эту вколу, Тот жар, И в этом, Проклятом припадке, Четыре я дня пролежал. Мой мельник с ума Знать спятил, Поехал, Кого-то привёз, Я видел лишь Белое платье, И чей-то произвёл не трянулся. Потом, Когда стало легче, Когда прекратилась трясь, На пятые сутки Под вечер простуда моя улеглась. Я встал, И лишь только полокоснулся, Дрожащей ногой услышал я голос весёлый. Здравствуйте, Мой дорогой, Давненько я вас не видала, Теперь из ребяческих лет Я важная дама стала, А вы знаменитый поэт. Но сядем, Прошла лихорадка, Какой вы теперь не такой. Я даже вздохнула украдкой, Коснувшись до вас рукой. Да, Не вернуть что было, Все гордые бегут в водоём. Когда-то я очень любила Сидеть у колейки вдвоём, Мы вместе мечтали о славе, И вы угодили в прицел. Меня же про это заставил Забыть молодой офицер. Я слушал её, И невольно оглядывал стройный лик. Хотел и сказать, Довольно найдёмте другой язык, Но почему-то, Не знаю, Смущённо сказал мне, Папа, да-да. Я сейчас вспоминаю, Садитесь, Я очень рад, Я вам почитаю немного Стихи про Прокопатскую Русь, Отделана чётко и строго почувству Цыганская грузь. Сергей, Вы такой нехороший, Мне жалко, Обидно мне, Что пьяные ваши дебоши Известны во всей стране. Скажите, Что с вами случилось? Не знаю. Кому же знать? Наверное, в осеннюю сырость Меня родила моя рвань. Шутник вы. Вы тоже, Анна. Кого-нибудь любите? Нет. Тогда ещё Более странно Губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога! Опущалась, Туманилась даль. Не знаю, Зачем я трогал Перчатки её Мишенька. Мишенька. Бумага катала, Как клоун, И в сердце Хоть прежнего Нет по-странному, Был я полон наплывом Шестнадцати лет. Остались мы с ней На рассвете Загадкой движений глаз. Есть что-то Прекрасное в лете, А с летом Прекрасное В нас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снижая сварливую крысь, казах на поддельной обиде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немного присел на фасад Субтитры создавал DimaTorzok 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 На другое устали с ее глаза, И тело ее тугое сверка покачнулось назад. Скажите, вам больно, Анна, За ваш катарской назор? Ну, как-то печально и странно Она опустила Свою горь. Свою горь. Смотрите, уже цветает, Стоя, как пожарный снег. Ну, что-то напоминает, Ну, что я понять не могу. Ах да, это было в детстве, Другой, не осенний раппет. Мы с вами сидели вместе, На шестнадцать лет. Потом могли тех, Мне местные лет, И тебя быстро с рукой. Сказала, как будто и другие. Ну, ладно. Пора на покой. Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю, куда. В равнине, проложенной верхами, Дорогу найдешь без труда. Не помню тогдашних событий. Не знаю, что сделал Прон, Я быстро умчался в Питер, Развень, с тоску и сон. Суровые, грозные годы, И разве ж его описать? Слыхали дворцовые своды Солдатская крепкая мазь. Эх, ударь! Эх! Эх! Светелье в галях недаром, Чумазый спрот играл во дворах, На роялях коровам Тамбовский фокстрот. За хлеб, завез, за картошку Мужик залучил кромофон, Слюнявя Козлиную ножку Танго Себе слушает он Сжимая от прибыли руки, Ругаясь на всякий, На лоб он мыслит дадуя Штуки, катающиеся между ног. Вместе. Шли годы, Ну, размашистая, Пылка, Удел хлебороба, Газ. Немало попрелов в будылках, Керенок и ходе у нас, Фифелок. Кормилиц. Касатик, Владелец землей, Скотом за пару Измызганных катек Даст выдрать себя кнутом. Ну, ладно, Довольно, стон. Не нужно нас смеших и слов. Сегодня про участь фрона Лемельник прислал письмо. Вергуха! За милую душу Привет тебе, братец. Привет. Ты, что ты опять креушный, Кажешься целых шесть лет. Будешь, Соберись на милость, Прижваривай по мясне. У нас тут такое случилось, Чую, Не опишешь письме. Теперь стало спокойно в народе, И буря пошла в угомон Узнать, Что в двадцатом годе Расстрелян, Облоплен в гроте. В России Дуровая Зыкина. Хошь верь, Хошь не верь ушам. Однажды Отряд Деникина Наглянул на креуша. Вот тут и пошла потеха. С потехой Такой околеть, Со скрежетом И со смехом Гульнул казацкая плеть. Тогда вот И чикнули против. Лабутиш В столуну Он залез И вылез лишь Только кони И казацкие Скрелез в лес. Теперь он По пьяной морде Еще не устал голосить. Мне надо бы Красный орден За храбрость свою носить. Совсем прокатились тучи. И хоть мы живем Не в раю, Ты все же Приезжай, голубчик, Утешить Судьбин мою. Куда? Как страшно Нам с тобой Давай Большеротый мой. О, как Крошится Наш табак Челкунчик, Дружок, Туран. А мог бы Жизнь просвистать Скворцом Заесть Ореховым пирогом? А мог бы Жизнь просвистать Скворцом Крошится Никогда. А-а-а-а-а-а А-а-а-а-а-а А-а-а-а-а-а-а-а-а-а С Mennoo Слушается душность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять все большие страны. Слушность ее привлекательные к себе рабочих в каждой стране все больше и больше социалистов, которые прежде государства управляли, как и дать богатые и капиталисты, а теперь в первый раз управлять государством. И вот я опять дороги, ночная июльская хмарь, бегут говорливые троги, ни шатка, ни валка, как встань, мелькают часовни, колодцы, околицы и клетни, и сердце по старому бьется, как билось в далекие дни. Дорога довольно хорошая, равнинная тихая с день, луна золотою поросшую осыпала даль деревенью, Я снова на мельнице ельник, осыпан свечми светлях лопат, по старому старый мельник не может сказать двух слов. Голубчик! Вот радость! Сергуха! Я замчай! Подей, подруг, на старше скорее старого хозяйства, самовар и пирог. Сергой! Золотой послушай, и ты уже старик «Погодан», счастье, а за милую душу подарок тебе передам. А да? Нет, просто письмишко. Ты не спеши, Глобок. Почти два месяца слишком, как с почты его приволок. Открываю. Читаю. Конечно. Откуда же еще и ждать ее? Почерк такой беспечный. Лондонская печаль. Вы живы? Я очень рада. Я тоже, как вы, жива. Так часто мне снится ограда, калитка и ваши слова. Теперь я от вас далеко. В России теперь апрель. И синюю заволокой покрыты березы и ель. Сейчас вот, когда я в бумаге вберяю грусть моих слов, Вы с мельником, может, на тяге подслушиваете телево. Я часто хожу на пристык. Песня. 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 Всем огромное-огромное спасибо. До новых встреч, друзья. До свидания.